Я тебя подтолкнул. Нет, спасибо. Спортивные шины, свечи зажигания, счетчик дрифта. Перед ответственной гонкой бизнесмен из Питера Павел свой виртуальный спортивный Митсубиши прокачал по полной. Потратил тысячу рублей. Для большего эффекта прикупил двух девушек. За 100 рублей две штуки. Такая брюнетка и рыжая девушка. Рыжая девушка для ускорения, брюнетка для удвоения виртуальных денег. У него сзади стоят две ракетные турбины и на переднем стекле лежит штраф за превышение скорости. Соперник Павла – московский первокурсник Юрий. Денег нет, зато есть время. Чтобы не отставать на трассе, играет ночи напролет. Рекорд был 25 часов. Так, в принципе, в среднем в день провожу порядка часов восьми, может быть, больше. Последние два года в Рунете бум онлайн-игр. Количество играющих перевалило за 10 миллионов. Не нужно покупать дорогой лицензионный диск или искать на горбушке пиратскую копию. Не нужно даже вставать со стула. Точнее, с рабочего кресла. Все больше и больше людей, которые раньше никогда не задумывались о том, собственно говоря, зачем им интернет нужен, узнают это явление и, соответственно, пытаются с ним развлекаться. Ботва онлайн, пузыри или сверхпопулярный счастливый фермер. В своих офисных компьютерах между делом миллионы россиян возделывают онлайн-огород. Чтобы твоя редиска или топинамбур были круче, чем у соседа, нужно заплатить. Немного, рублей 50. За год игра принесла владельцам малоизвестной компании из Екатеринбурга рекордные 20 миллионов долларов. Это чудовищная, аддиктивная, изверски затягивающая штука. Если даже человек привык к более сложным и структурно, идеологически сложным играм, он все равно способен проводить многие часы, залипнув в своих ВКонтакте или Фейсбуке, заниматься такими вещами, как составлять кружочки по три одного цвета. В более сложных играх с виртуальными мирами, как правило в стиле фэнтези, за кусочек программного кода игроки готовы платить уже совсем другие деньги. Любимая дубинка радости или доспехи бога могут стоить тысячу долларов. Не все люди способны играть 8 часов в день или 4 часа в день. Люди, которые работают, способны потратить 40 минут, час. Но обычно у этих людей есть возможность заплатить игр раздворче, чем у студента, который играет много. Играют в России по системе Free-to-Play. На сленге условно бесплатно. Деньги платят лишь за дополнительное оружие или возможность быть не как все. Популярная на Западе абонентская плата у нас не прижилась. Российскому игроку ему очень сложно вся эти 300 рублей в месяц заплатить. Хотя при этом он вполне может пойти и 3000 в итоге потратить на какие-то костюмчики и так далее. Какие-то ненужные аксессуары, чисто украшательства. Не срабатывает такой психологический барьер, что я там что-то денег отдал и вот обязан отыграть. Да? Нет, как бы игра, она бесплатная. В своей реальной жизни бизнесмена Алексей может заболеть или уйти в отпуск. Виртуальная действительность не отпускает ни на день. Он глава гильдии светлых в онлайн-игре «Шая». Вы представляете, если, скажем, долгое время на предприятии не будет генеральным директором? Ну, то же самое можно также сравнить с этим. Под его руководством 45 светлых эльфов, магов и жрецов. В миру они клерки, инженеры и учителя. Воины с кланом темных, поединки на арене и походы в подземелье. Чтобы меньше платить, им приходится больше играть. Для этого каждый член гильдии подписал договор. Быть в игре не меньше двух часов в день. Абсолютно реально это пройти, без всяких уважений. Просто единственное, что это займет много-много времени. Оборот реальных денег в Рунете ежегодно удваивается. Если в 2008-м российские геймеры расстались с суммой в 150 миллионов долларов, то в прошлом году уже в 290. Такими темпами эксперты прогнозируют полмиллиарда к концу 2010-го. Раньше о подобных прибылях в интернете и не заикался никто. Успешная онлайновая игра, в принципе, в странах, где онлайновый рынок развит, способна приносить до 20 миллионов долларов в месяц. В принципе, такие успешные хиты так и приносят. В России, конечно, параметры меньше, в несколько раз, но тоже уже неплохие. И, скажем, в прошлом году мы анонсировали, что игра Perfect World приносит более 2 миллионов долларов в месяц, а сейчас все значительно выросло. Разработка игр не дешевле съемок кинофильма, уверяет Сергей Орловский. Это именно он запустил компьютерные гонки, в которые гоняют Павел и Юрий. Что касается социальных игр, ну они, конечно, маленькие. То есть, в принципе, небольшие проекты, там порядка 100 тысяч, 150 тысяч долларов в разработке. А, ну, серьезные, ну, 200, 300, там, ну, 500 – это очень крупная игра. Ну, вообще, браузерная, приличная браузерная игра, ну, порядка полмиллиона стоит. Виртуальный мир со сказочными эльфами, гномами и магами обойдется еще дороже. Трехмерные модели, фантастические персонажи, авторская музыка. Новый российский проект – игра Алоды. На разработку ушло несколько лет и 15 миллионов долларов. То, что деньги вернутся, ее создатели не сомневаются. Знают, чем заманить игрока. Раздеть в игре модель до основания, так сказать, невозможно. Но в любом случае будет в бикини присутствовать в игре. То есть это фантазийное бикини? Это фантазийное такое бикини для фантазийных пляжей. Двое дельство. Отдача, правая отдача. Двое улицы, ребят. Онлайн-игроки вытесняют профессионалов. Еще пять лет назад такие соревнования по киберспорту были сверхпопулярными у молодежи. Даже создали специальную федерацию компьютерного спорта. Сегодня коллективные бои в Counter-Strike и Quake оплачивают спонсоры, рекламируя товар. Это бизнес, в принципе, среди спонсоров киберспортивных мероприятий. В основном, это либо интернет-гиганты, либо IT-гиганты. Самый успешный в России киберспортсмен Антон Сеньгов победил в бесконечном количестве международных турниров. За свою профессиональную карьеру заработал 140 тысяч долларов. В свое время я, конечно, потратил достаточно много усилий на это. Я не хочу сказать, что я именно играл очень много. То есть я работал над психологией, я работал над своим душевным состоянием. Я работал над соперниками, то есть сидел, анализировал игру и пытался как-то понять, как не выигрывать. Так же настоящее себя ведет. Все те же самые рефлексы. Все те же самые. Вместо джойстика две ручки управления самолетом и двигателем. И обязательно педали. В культовом российском авиасимуляторе Ил-2 штурмовик. Все как в настоящем полете. Но из этой виртуальной реальности бизнесмен Тимур давно улетел в настоящее небо. Так затянула игра, что пошел учиться на пилота. Сегодня у него 500 часов налета, профессиональные соревнования, личный самолет и траты в сотни тысяч долларов. Но свои расходы он перевел из онлайна в реал. Ни на каком компьютере невозможно смоделировать именно то ощущение полета, которое есть в настоящей живой реальности. Можно понять, как управляется самолет. Сидя за креслом дома, вот этой радости, конечно, не будет. Современная виртуальная реальность способна осуществить любые ваши фантазии. Достаточно включить компьютер, войти в интернет и погрузиться в онлайн. Дальше все зависит только от воображения. Можно прикупить небоскреб в Дубае, например, вот такой на острове Пальмы Джумейра. Или посетить концерт U2. Пройтись по магазинам в Милане, причем не только виртуальным, но и реальным. А купленный там, скажем, ноутбук доставят вам прямо домой. Вон там вот финиш уже. Потраченная тысяча бизнесмена Павла победила бессонные ночи студента Юрия. На финише пригодился припасенный форсаж. Формула «Деньги против опыта» сработала безотказно. На том и держится игровой рунет. Нельзя, нельзя. Я выиграл. По времени. Вот так вот. Ирина Матюшенко, Татьяна Новикова, Алексей Навроцкий, Александр Никитин. Вести.